здрасте шаватов и готово хорошей недели у нас 122 урок помишли мы находимся в 15 главе предложение номер 4 4 5 предложение номер 5 глупый презирает наставление отца своего но кто соблюдает поучение становится умным говорит слома мэлах я теперь на иврите это изображу а вильвина адс мусара вив вешамер тахахот и арим глупец это тот кто презирает коллет на яйца это укол в сторону мусара который дает его его папа но тот который слушает тахахот упреки он мудреет становится арумом говорит мальбим что мусар бануй алиэра мусар строится на страхе перед всевышним шумея сэр кахот на вшу алиэдэйши искирли фанафа нашин что человек я уже несколько раз об этом говорил что все предыдущие поколения мусара кроме нашего они строились в основном на страхе который базировался на том что человек начинал понимать как его накажут как ему будет нехорошо что он мия сэр запрещал угнетал силы своей души посредством того что он вспоминал те наказания которые приходят для того человека который уходит с пути мудрости с пути торы и должен для этого атрибут который называется знание то есть он должен знать что есть мажгех есть тот кто следит маскиру маниш наблюдает запоминает и наказывает и должен бояться перед всевышним и из этого он должен получать мусар как написано человек который любит мусар он любит дат он любит знание и вот ксиль это не очень умный человек наоборот он знает хоккей хохма он знает пути мудрости но метаве таева говорит аллаф его таава она преобладает над всеми остальными качественно от качества мудрости на качеством страха и несмотря на то что он знает что ему положено тем не менее он начинает трепыхаться бояться и это таева она становится сильнее чем он рогам шило и кабель мусар и он не принимает мусара из-за того что таева мешает ему это сделать тем не менее он не но это то бы либо он не колется не 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 пыряет его в своем сердце потому что если бы не таева и не его яцер то он наверняка принял бы мусар и он бы шел по законам мудрости но а виль это другой вид глупости мы говорили что ксиль это человек который понимает хохм понимает тору но при этом его я царь гора его таева мешают соблюдать заповеди а виль это человек который мальбин все время объясняет одинаково он мистопек он сомневается по во всех вещах которые происходят и он не любит понятия знат дат ксиль он любит понятия дата а виль он тот вид глупца который все время все подвергает сомнению соответственно не любит понятие дата поэтому он но с мусар он колет нас мусар пренебрегает их отталкивает его презирает его в своем сердце потому что он не верит совсем в наказание всевышнего его шгоху то есть а виль это человеку которого не хватает страха нету страха перед творцом а ксиль это человек который понимает знает и понимает что-то но ему мешает его я царь гора и вот тахаха упрек это то что строится на векохе на споре между разумом который показывает ему на основании разума смысл понимания что такое хохма всевышнего и что такое добро которое исходит от творца в эзот лой наэц и авиль и это авиль не будет наэц потому что еще он готов принять какие-то слова мудрости но у него есть другая проблема у него полыхает в нем в его животной душе что он не понимает никаких слов и векох спор который идет посредством сейхеля он не воспринимает и он сонетах и хат то есть тахаха и мусар они отличаются мальбим это писал много раз их агро тоже тахаха это упрек который человеку ставят объясняют словами и говорят что вот послушай если ты сделаешь что-то и то-то будет так-то и так-то не надо тебе этого делать мусар это другой вид мусар это вид который это вид не упрека а вид действия наказание не словами а действия когда человеку не упрекают а просто бьют по голове и один из видов мусара это когда человек запугивает сам себя читает какие-то наказания которые будут гейном и понимаешь что она ему надо и так далее так вот к силе это может воспринять авиль не может потому что он подвергает все сомнению и начинает спорить с этим и никакие доводы разума не годятся потому что все что говорится подвержено сомнению и это наоборот понятие пэти который мы уже учили питуй это соблазнение это тот который в его сердце входит простой человек его сердце входит арам имиют арам имиют это переводится как и обман мудрствования и просто мудрость что он начинает понимать между добром и злом и тот кто сохраняет себе тахахот вот эти вот упреки он выходит из этого состояния в состояние арома арома в данном случае слова и аромой мальбим определяет что шлома мэл их считает что это понятие мудрости которая помогает справиться со своей царгарой чуть чуть как бы под даже не подробнее скорее крачен дает некоторые оттенки этого гаон мивиль на поэтому давайте посмотрим сразу же он дополняет один комментарий в данном случае дополняет второй он говорит а вели на с мусара вив а виль вот этот вот вид глупца который мы говорим он будет колоть мусар своего отца мы уже писали что мусар он всегда в действии говорит гаон а тахаха она всегда словами упрек он всегда словами мальбим описал что это логичное объяснение почему то это не надо делать а мусар это когда на человека приходит и сулем как объясняет гаон и туэль это мусар в том что человек уходит смысл мусара в том что человек сворачивает мусар от слова лэгасир убрать свернуть сворачивает с плохой дороги и не идет вслед своих то вот и того своего сердца соблазнение своего сердца тахаха она приводит его к хорошему пути то есть гаон объясняет немножко иначе чем мальбим он объясняет что мусар это то что помогает уйти с плохой дороги а тахаха это то что помогает прийти к хорошему пути то есть мусар это то что посредством миссури посредством действиям когда всевышний его бьет человек понимает что оказывается идут не туда куда нужно здесь больно и он сворачивается этого пути после этого ему дается тахаха и ему объясняется словами доводами разума по какому пути ему нужно пойти и об этом сказано мы учили когда-то во второй главе сказано о гаве это хохот что есть люди которые я его тахаха полюби тахаху потому что все время когда есть тахаха в мире упреки в мире то существует на хатрох всевышнего в мире всевышнего это приятно в мире и браха приходит мир и добро приходит в мир и так далее поскольку это то что приводит доводами разума к правильному пути об этом сказано что а виль и на с мусар а вив что а виль вот этот вид глупца он отталкивает колет мусар своего отца объяснение мимо с минается он объясняет мимо с мимо с это пренебрегать делать мю сделать гадким даже тот мусар который дает ему отец но он продолжает идти по плохому пути то есть он не только кроме того что свернул с плохого пути с помощью тахахи идет на хороший путь нет а виль это человек который глупец такого вида что доводы которые ему приводятся даже доводы в виде ударов по голове ему не помогают он продолжает двигаться по тому же пути и плюет на мусар который дает его отец отец имеется ввиду и отец и всевышний ваше мэр тахахот человек который сохраняет тахахот сохраняет упреки то что ему махихим бы дибур то что ему говорят какие-то вещи как себя навести алидей дибур что надо идти по хорошему пути умный человек он становится еще умнее он еарем от слова арома мудрости сейчас мы увидим что это значит то есть он становится мудрецом хахамом и знает по какой дороге ему идти и становится аромом как я объяснял в другом месте в первой главе хагро уже объяснял о чем идет речь первой главе она просто было очень давно поэтому вспомнить никак невозможно и там в комментарии гаона были совершенно дикого размера но тем не менее в первой главе есть в четвертом пасуке есть такой пасук который говорит один момент попробую на стольких страницах что мне его не найти сейчас вот для того чтобы дать людям которые называются питаим простым людям араму сейчас будем объяснять что такое аленар для юноши дать дат умизма дать понятие дата умы зимы мы зима и арум нам надо сейчас объяснить что это гаон объясняет что после того как мы учили что человек должен знать тор и осуществлять после этого тогда он сможет обучать других людей и это то что называется словом латет дать другим людям и еще это главный комментарий так лизга сэйфираза цель этой книги мишли еще ахарш и илма твая дэва и каем что после человека к человек после того как человек учится знает и осуществляет теге лосиюта дешмая чтобы он получил помощь от всевышнего шеевинут чтобы он начал понимать больше и это означает латет ло латет имеется ввиду что ему дать дастся с небес лапита им арома что дастся людям которые называются пытаем дастся арома пита им это простые люди тот который прямо идет по пути всевышнего он получит арома потому что что такое арома это хохма делится мудрость делится на несколько видов частных есть хохам и есть арум хохам это тот который выучил и при и знает и принял на себя много аром это тот который знает как нужно лифа тот как нужно соблазнять и учится говорить хорошие слова правильные слова сладкие слова и в его сердце скрыто вот это вот умение поэтому человек который понимает это он называется аром и то и другое по-русски будет мудрость имеется ввиду что это имеется ввиду дать пита им то есть человек который которому легко леет по тот которому легко быть соблазненным посредством я царгары поскольку он там поскольку он такой простодушный человек и он не умеет мудрствовать не умеет не понимаешь что такое обман так вот ему даются арома то есть арома в данном случае это умение обмануть я царгару знать пути я царгара каким образом она обманывает и знать как бороться с этими обманами так вот есть такая такой вид мудрости который дается человеку в виде сиута дешмая дается сверху когда он понимает способа обмана ясер горы анару то есть человек который рейк михо хман пустой от мудрости и не знает ничего ему дается дат и мазима дат это внутренняя мазима это умение знать внешние проявления знания таким образом гаон нам сейчас открывает такую вещь он говорит что человек который авиль и отодвигает мусар даже действием наказание которое приходит даже в действие которое дает авив его всевышний как бы делает таким образом что он будет ему будет очень легко быть соблазненным я царь горой и он подвергается сомнению соответственно ничего никакие доводы разума на него не могут воздействовать но человек который не только мусар но даже тахохот даже упреки сохраняет внутри себя и когда ему говорят какие-то упреки то он понимает что упреки должны привести к тому чтобы исправить свой путь идти по хорошему пути ему дается определенный вид мудрости который гаон определяет как мудрость как умение определить питуим соблазны я царь горы и такому человеку который слушает тахохот ему дается все это дешевая в виде того что он мудреет в том плане что он понимает как себя вести против той я царь горы которая к нему приходит это хедуш который дает гаон в этой в этом пасуге следующий пасуг у нас говорит шестой пасуг он говорит в доме праведника много сокровищ а в прибытке нечестивого расстройства объясняет в начале на иврите да бейт садик хосэн рав дом праведника содержит много у бытву от раша на кэрит а урожай нечестивца он будет на акар он будет он пропадет здесь есть короткий комментарий мальбима который говорит что что такое бейт садик хосэн рав бейт садик там много склада я не знаю как перевести хосэн что такое слово хосэн который я затрудняю с переводом в доме у цадика есть много у праведника есть много хосэна говорит мальбим что хосэн это двор который каям в хозак какая-то твердая вещь которая остается навсегда надолго и уже сказано что байт садик и амод раньше было сказано что дом праведника будет стоять потому что бейто бануй бы хозак его дом хорошо построен твердо аль макэвонат аль макэвонат гацэдак и он построен на уровне праведности и эта вещь которая праведность это вещь которая сильная и постоянно существующая но если человек придет придет принесет в дом раши много урожая то если праведник начнет делать шитуф начнет объединяться быть компаньоном с нечестивцем и он приводит принесет туда урожай который украден и добыт разбоем то есть нечестивец в дом праведника наполнит его склады разбойным урожаем то на карабай то не только то что произошло то что урожай он испортится но дом тоже пропадет и все это связано со злом как написано о кэр бэйтоина хэль рвох человек который разрушает свой дом он унаследует воздух и об этом сказано что парадз гашемат маосейхи что всевышний разрушает действия нечестивца теперь перейдем говорит мальбим к ним шалю это был машаль пример и что хотят нам на этом примере научить что байт это тот кто строит дом своей души на уровне по направлению к тому чтобы быть праведником на уровне праведности об этом сказано что у него есть богатый дом то есть большой твердый дом то есть все медот все качества и души как сказано бэхох мэйбанэ байт с мудростью строится дом то есть дом который построен медот качество которое построено но из мудрости торы этот дом будет очень прочный будет хорошо построен но если туда придет вот раша то есть рожать нечестивца имеется ввиду того вот это вот желание получения всю жизнь потратить на получение удовольствия и сделается олем вот ермом для удовольствия то будет разрушен дом души это то о чем мы говорим то есть мальбим учит пасук таким образом что праведник который строит свой дом на основании хохма мудрости всевышнего и строит свой строит свой дом в качестве медот который он строит на основании того как говорит тора этот дом становится прочным четким и это о чем сказано что хохма ибанэ байт хохма построит дом но если этот дом в этот дом вносится то вот этого мира желание получать удовольствие от этого мира то есть вместо того чтобы то что строит тора на уровне праведности то о чем написано в общем вся книга мишли шла муам эллаха будет заменено желаниями получению безграничного удовольствия то в этой ситуации не только все что есть но даже урожай не только сам урожай не только медот но сам дом тоже окажется разрушенным это пшат мальбима гаон мивильно учит бэйцедэк хосэн раф имеется ввиду человек который получит получает наследство он уже не первый раз нам говорит что есть вещи медот дом который передается по наследству то есть сами сами качества человека могут родители воспитать и он может генетически унаследовать какие-то определенные качества и мудрая стора ему может быть дана в хедре в учебном заведении в семье и он становится их осид таким приличным человеком но все это до тех пор пока не приходит твуат раша твуат раша урожай который происходит от нечестивца он разрушает весь дом говорит гаон что этот посуд говорит наоборот тому что было написано в 14 главе 18 предложение если кто-то случайно помнит что мало вероятно но возможно то там было написано простаки получает в глупость наследство глупость а благоразумные увенчивается знанием то есть там шла речь о том что есть люди которые получают по наследству глупость здесь речь идет об обратной ситуации человек который по наследству получил хохму то есть дом который уже построен у него вроде бы как есть басис основы для того чтобы жить но тем не менее он эти основы тратит не на то на что нужно тратить так там было написано в 14 главе на халупе таиме влад ворвими ктиру дат что простаки люди которые простые легко соблазняемые они получают в удел по наследству глупость а умные люди они сделают кетер сделают корону из дата и из своих знаний имеется ввиду что против этого пасука здесь сказано ровно наоборот что мудрые люди те которые удостоились получить в наследство дом как сказано байт вагон нахалатовод что доме много богатства это то что можно получить награду от родителей но хохмат нашим банта байтава влад бедеха тарсену мудра женщин построила дом но глупость которая есть в руке это то что его разрушает и то что сказано что на халупе таим а влад что люди которые глупцы они получают в наследство глупость что на халапе таим глупость полученная в наследство это глупость и это то что разрушает дом здесь же у нас говорится наоборот есть пасук арумим инхилу да от что мудрые люди получают в качестве короны знания но арумим раим арумим это мудрые люди это те которые видят что у них будет также корона которую они получат и это ровно наоборот понятию глупец что на халапе таим наследство глупца она тоже глупость но праведник садик его дом это много множество вещей которые им получены по наследству и они уже его и тогда получается то что хохма и бинам знания и разум о которых сказано бы хохма и бане байт оба твуна и тканэн что в хохме построен дом в твуне построены чертежи дома и так далее короны это дат которые получаются и все это называется кетер корона которая растет из знаний торы но здесь сказано что твуат раша что если ты получаешь дом по наследству от родителей грубо говоря у человека исхуд а вот а вот его обучили родители обучили и он с самого начала начинает не с нуля а начинает хорошо организованной нормально построенной тронистической жизни но при этом он носит туда глупость урожай рашаидство и это рашаидство нечестивца разрушает не только то что он внес но разрушает тот дом который он получил потому что дат мималэ коль абайт понятие дат это то что заполняет все строение о котором мы говорим в дат хадарим и вану когда идет шлома мылах рассказывает что хохма построила дом бина сделала план этого дома то для чего он построен но дат то есть бина как бы не знаю даже как это назвать но дат это то что заполняет все все комнаты и всю внутренность дома и когда в этот дат вклинивается включается урожай рашаидство то автоматически все что было разрушается это пируш который дает гаона гаон мивильно пируш который говорит о том что человек который начинает свою жизнь благодаря схует заслугам праведников с твоих родителей скута вот это очень большая вещь и не только схут в смысле какого-то мистического понятия но схут в прямом смысле этого слова когда родители обучили детей поставили их на рельсы как и правильно идти и самого начала дали верный маслуль по которому двигаться верный направление движения но после того как это произошло после этого человек внутрь того дома который построили ему родители он получил по наследству фактически с минимальным количеством усилий если он туда включает мысли раша раши нечестивца и начинает строить это на этом доме твуа урожай полученный нечестивым способом не только к за илой не только воровством но зелой имеется ввиду мыслями которые украдены из черт знает чего то в этой ситуации он разрушает не только то что он нес на разрушает то что получил по наследству если перевести это на состояние медот на состояние качеств понятно что здесь говорится много больше чем только качеств но для примера для того что понять о чем идет речь человек рождается с определенными медот у каждого человека медот разные которые с которыми он рождается но есть люди которые рождаются с медот который близко к идеальным каким-то очень хорошими качествами доброты и так далее но эти качества сами по себе если они оторваны от знаний торы и употребляются на не на то что надо употребить скажем так на расшаетство на злодейство то в этой ситуации не только то что он не приобретет ничего нового и не только то что он сделает злодейство но в результате эти качества будут анти качествами они с меня модель останется тем же самым но сменится плюс на минус и в результате этот человек станет человеком который его доброта выльется в отрицательную доброту на каком-нибудь простом примере можно быть очень добрым к убийцам и очень плохо относиться к праведникам я думаю что сегодня такие вещи можно увидеть много-много раз когда-то близкий ров сказал такую фразу что когда ко мне приходит человек и много со мной говорит про любовь к израилю а ват израиль любовь между людьми я понимаю что с религиозностью это у человека плоховато поскольку очень часто говорят что заповедь в авталарах камоха возлюби ближнего как своего себя относится каким-то людям которым альпидин по закону она совсем не относится а к тем кому относится эта заповедь они относятся крайне плохо такие люди и в результате получается анти любовь анти хэсад анти дин и так далее то есть грубо говоря антисемит это то что происходит том случае когда человек данные хорошие качества которые наследовал пускает в анти тору поэтому это то о чем здесь говорит шла мамеллах что когда он вводит расшаетство свою систему дома которая уже была построена то он разрушает весь свой дом еще один комментарий который дает гаон в от еще один комментарий которого нету в рукописи я не знаю откуда он появился в рукописи гаона этого комментария нету либо он взят из каких-то рукописи я вам говорил когда то что есть три рукописи гаона на мишли хранятся в разных музеях рукописные британском музее еще где-то я не знаю откуда это но комментаторы гаона пишут что они не нашли ни в одной из рукописей гаона этого но тем не менее его напечатали он говорит что как дом давида что не все цари из пока из потомков давида оказались садики оказались праведниками но тем не менее их дом стоял много времени и все это заслуги давида но тву от рошана акерет что когда туда вливается урожай нечестивцев и это отталия гамершат отталия мершат это из мало химбейт в 11 главе есть такой персонаж я не буду сейчас рассказывать про него то есть после того как туда вошло настоящее понятие зло то даже дом давида был разрушен и это отталия она убила всех представителей которые она они она нашла из царей давида для того чтобы остаться царствовать и в этой ситуации когда зло входит то несмотря на то что это наследство дома давида то даже сход давида не смог даже сход давида не смогли выдержать это понятно что все комментарии говорят примерно на одну и ту же тему с разных сторон подходит но тематика одна и та же и это как бы такая серьезная проблема когда люди даже люди из религиозных семей и так далее когда они вводят какие-то другие ценности кроме ценностей тора ценности которые может быть анти тора может быть не анти тора но нет ценности торы то этот момент когда туда входит расшаетство то это разрушает постепенно все что было дано даже то что было дано раньше и получено по наследству это все разрушается окей следующий пасук седьмой уста мудрых распространяет знания сердце глупых неправит неправдивая мальбим говорит что уста мудрых они езару да от я не знаю он перевел словом распространяя я забыл прочитать на иврите сифтей хохомим езру да от вэлев ксилим лохэн дословный перевод будет звучать сифтей хохомим это уста мудрецов езру от слова заре осеять посеет дат а сердце ксилим глупых лохэн они такого делать не будут но перевел я тоже немножечко не совсем правильно давайте попытаемся как-то немножко лучше попытаемся с этим познакомиться с переводом сифтей хохомим езру да от вэлев ксилим лохэн я уже писал что имеется ввиду что мудрецы есиму эль да от зар савив агро пишет точно так же что мудрецы они положат на дат на знания зар савив и зер я не знаю как точно перевести слово зер что-то типа корону вокруг чтобы лишь море и от ксилим то есть зер в русском периоде написано распространять я перевел от слова лизро сеять а мальбим и гаон переводят от слова зер это кетер корона вокруг чтобы чтобы ее охранять от глупцов которые своими устами будут говорить глупости и выносить сомнения как сказали хохомим и цпыну да от хохомим они от слова софуй это всматриваются и это прячут и то и другое дат как написано но ксилим несмотря на то что их уста постоянно что-то говорят и говорят глупости которые являются ровно наоборот понятию дата и то же самое говорят и лошон и их сифтэй и их уста и это написано что напротив человека который глупец у него нету понятия сифтэй дат понятия слов дата и их сердца не так потому что в сердце они знают что такое мудрость что такое хохма но их-то а вот их желание получения удовольствия тиваэра и неком она ослепляет их взгляд их глаза и их сердца не могут стоять и выдерживать этого и не становится басисом основой потому что они идут гневу как как вода которая льется они могут ничего удержать гаон дает примерно тот же пируш я хочу немножко на нем остановиться как бы продлить поскольку это мне кажется и ньяна даем а вопрос связаны с сегодняшними днями то сифтэй хохомим езрус дат говорит гаон имеется ввиду несмотря на то что знают от других и украшают их коронами и выпрямляют свои слова и говорят каждое слово и каждое слово хохомим говорят так как оно должно прозвучать чтобы он открыл тот оффин тот путь о котором они хотят сказать что слова должны быть аравимим какими туким ли шамам они должны входить в душу в уши в душу тех кто их слушает они должны быть сладкие для них в зару от слова зер от слова корона они должны становиться короной для того что их принимает вылев ксилим а сердце глупцов лохэн оно не так но ксилим не только то что они не могут сказать правильно высказать то что они знают но даже в сердце мальбин объясняет что в сердце они понимают что происходит гаон говорит что нет даже в сердце у них нету настоящего понятия знания в эрегель шиват азот в эйн ладат маком клальбали бам и говорит гаон у них вообще нету никакого понятия дат у них внутри них то есть они отдата полностью отделены вы наверное помните что я много раз говорил что дат это вид вид понимания знаний который является стопроцентным хибуром стопроцентным объединением с тем что я знаю тем что я делаю когда никакого разделения между понимать знать и делать не существует дат это то качество которое полностью определяет входит в человека и становится куском этого человека и после того как она становится этим частью этого человека то человек просто не может поступать в несоответствии с тем что он дат что где у него есть дат это хибур это соединение первый раз слова да от встречается в торе когда сказано и адам познал хаву они стали единой плотью то есть полное соединение полное объединение это атрибут дат хохма и бина это много выше структуры много выше это принятие от кого-то анализ который я сам делаю для того чтобы понять как мне правильно себя вести дат когда никакого анализа не должно быть соответствии с тем что я понял и воспринял это становится соединяющей планкой между знаниями и действиями фактически это то что превращает нишма в наосе сделаем услышим сделаем я хочу остановиться на одной гемори но до этого поскольку это иньяна дейома я хочу обратить внимание на то до другую на мидра шраба который говорит мидра шейха который говорит самом деле это гемора в трактате о воде зори тоже есть я забыл что есть такая гемора в воде зоре тоже есть такая гемора вы дозор я не приготовил поэтому скажу бальпе гемора говорит что и первый и второй храм были разрушены в муце и швиз на исходе года швиз то есть восьмой год в первый год семилетки после того как кончился седьмой год швиза и они были разрушены оба храма в муце и шаббат в йомрешон то есть после шаббата шаббат был восьмой ава 9 ава был йомрешон было воскресенье и нас сегодня в этом году тоже пост 9 ава будет правда 10 ава но тоже будет воскресенье йомрешон так вот оба храма были разрушены в йомрешон мы знаем что храмы были поджин подожжены говорит рабе йоханн что они подожгли в конце 9 к вечеру 9 говорит рабе йоханн что если бы я был жив во время как достанавливал пост я бы настаивал что пост был не 9 а 10 потому что главное сгорание храма произошло именно 10 а не 9 ава но хазаль текну даже не хазаль а танах навиим пророки установили что пост должен быть 9 поэтому он естественно остается 9 ава но что здесь вызывает некоторый вопрос почему гемора говорит о том что храм был разрушен в муце и шаббат когда это было концу йомрешона ближе к концу следующего дня понятно что можно назвать йомрешон можно назвать муце и шаббат но когда он называется муце и шаббат это значит что гемора находит какую-то связь с исходом с окончанием субботы и вот почему именно оба храма так случилось понятно что случилось я сказал в башгаха пратит а кодыш брукус делал в севэфе дворим перевернул вещи таким образом что оба храма разрушены именно на исходе субботы именно после шаббата чем после шаббата отличается от остальных дней недели и почему гемора об этом говорит то гемора не просто нам сообщает урок истории древнего мира в какие даты и в какие дни недели был разрушен храм потому что это как говорят на современном иврите мионена цапта интересует бабушку какая нам разница в какой день недели разрушен храм если это нам ничего не пришло сказать просто урок истории гемора не дает не дай бог такое сказать и вот чтобы это немножко попытаться немножечко понять на том уровне на котором мы в состоянии понять я хочу привести гемора в трактате броход которая говорит гемора в трактате броход выясняет здесь установление броход шменесра в этом месте какая броход шменесра чему соответствует и так далее выясняется где надо сказать броку на дожди где надо брак сказать еще какой-то броку и так далее теперь гемора говорит такой вещь сейчас секундочку надо понять откуда начать гавдола гавдола после шаббата когда она говорится в молитве мы знаем что сегодня у нас гавдола говорится не только в молитве но отдельная из гавдола на вино дэрих агав просто заодно то есть это очень сильно имеет отношение к тому что я хочу сказать есть несколько мнений решением рамбана других комментаторов потом я скажу как галаха но есть три мнения в решением как в этом году делается гавдола на вино поскольку как только кончается шаббат тут же начинается пост то вино пить нельзя поэтому есть несколько мнений о том как три мнения о том как делать гавдолу в этом году первое мнение что взрослый человек читает гавдолу и дает пить ребенку который еще не достиг возраста хинуха то есть он не понимает что такое разрушение храма скобка как будто бы мы понимаем но понимаешь такое амэн на броку поэтому он говорит амэн и пьет это вино первое мнение второе мнение что мы вообще не делаем гавдола на вино поскольку мы не можем пить вино поэтому гавдола на вино делать не нужно третье мнение так как принято на алоху мы делаем броку барэ мэйрэй гаэш то есть говорим броку на гавдольную свечу обычно в синагоге это делается на две свечки которые просто берутся поскольку в тишебяф уменьшает количество света поэтому зажигают свечи и тушит часть электрического освещения поэтому на две свечи говорится броку барэ мэйрэй гаэш это происходит вечером то есть суббота на воскресенье после чего на завтра после окончания поста говорится броку на вино и делается авдола только на вино без мэрэй гаэш и без без самим так мы паским на галоха но есть три мнения вообще нету авдола одно так как мы делаем второе и третье что дает пить тиноку и нужно попытаться разобраться с мнением который говорит что вообще не делается авдола на вино почему этого не делается вначале я прочитаю эту гемора потом мы обсудим этот вопрос говорит гемора что авдола установили в броке ханен дат ата ханенла адам да ты даешь в милости человеку понятие дата я напоминаю что мы находимся в пасуке который говорит стив тэй хохомим езара дат слова мудрецов они будут сеять понятие дат май тайма почему установили да именно в броке дат говорит рафиосим поскольку это хохма хохма поскольку гавдола эта мудрость что значит гавдола эта мудрость есть определенная мудрость понять разницу между шаббатом и будними днями уда что мы видим что много народу не видят этой разницы никак поэтому установили в броке связаны с кохма работа говорили потому что это первая браха которая холь шменесре есть 18-19 брахо на самом деле и первые три говорится и в шаббат и в буднии последние три говорится в шаббат и в буднии средний брахо иногда в шаббат не говорятся первая браха будних дней это браха связаны с датом поэтому и установили в первой же брахе. Поэтому установили в брахот холь. Говорит Раби Ами, гдала дат, очень велико понятие дата, потому что она сказана первой брахой шманаэсера, будник брахот. Первой брахой, которой мы говорим, когда просим о чем-то Всевышнего, первые три брахи шманаэсера, это просто швахот, это просто слава Всевышнего, описание славы Творца. Следующий брахот это просьба, с которой мы обращаемся к Творцу. Вот эти просьбы, с которыми мы обращаемся к Творцу, первая из этих просьб, это просьба дать нам дат, знание. Говорит Раби Абе, велико понятие дат, потому что она написана между двух отиот, между двух имен Всевышнего. Как сказано, где это сказано? Сказано это в Шмуэле. Кекель деот Гошем. Бог знаний Всевышний. Там между словом кель и словом Гошем стоит слово знание. Любой человек, у которого нету дата, запрещено жалеть его. Как сказано, я не буду все цитаты, иначе мы никогда не кончим. Говорит дальше, говорит Раби Лезер, Гадоль Мигдаш, велик храм, потому что он дан между двумя именами Всевышнего, Паал Та Гошем, Мигдаш Гошем, Канану Эдеха, то есть слово Мигдаш тоже находится между двумя именами Всевышнего. Говорит Раби Лезер, любой человек, у которого есть дат, как будто бы Байт Мигдаш построен в его дни. Дат дана между двумя именами, и Мигдаш дан между двумя именами. Сейчас, секундочку. Я не буду до конца читать, я вижу, что это несколько больше, чем я планировал. Так вот, говорит Гемора дальше, что... Сейчас. Может быть, имеет смысл прочитать, а часть пропущу. Одну секундочку. Гемора говорит, что если человек забыл упомянуть молитву о дождях, то он просит ее в другом месте, в брахот на годы, чтобы этот год был удачным и дождливым. Если нет, то его возвращают, ему надо заново молиться Шмана Эсера. Но если он забыл Гавдола, и говорит Гавдола в Ханена Даат, в этой брахе, то ему не нужно возвращаться, потому что он может ее сказать на кос. Говорит Гемора, не потому что он может сказать на кос, а потому что он обязан ее сказать на кос. Объясняет Гемора, что человек, который сказал Мавдиль Батвилан, должен еще раз сказать Гавдолу на кос вина, на сакан вина. Говорит Рафт Нахмас, неважно сейчас почему, говорит Гемора, что вначале установили Гавдолу только в брахе Ханен Ла Адам Даат, только в брахе Даат. Потом сказали, что нет, надо ее говорить на кос. Когда обеднели, то перестали говорить на кос и оставили только в Даат. Когда снова разбогатели, то вернули и стали говорить ее в брахе и там, и там. Немножко странная Гемора, попытаемся в ней разобраться. Я не знаю, я никогда не жил во времена Талмуда, во времена Мишны и так далее. Понятия не имею, сколько стоило 86 граммов вина. Может быть, очень дорого. Но кидуш никогда не меняли, не было такого, чтобы кидуш меняли и отменяли кидуш на вино. Гавдолу после того, как обеднели, установили на вино, убрали с вина, снова установили на вино, когда чуть-чуть обогатели и так далее. Некоторые комментарии говорят «Шейн Аниют Элла Бедаат», что слова «Аниют Бедность» имеются в виду «Аниют Бедаат». Что в тот момент, когда люди, немножечко, я не знаю, как интеллигентнее сказать на русском языке, обеднели разумом, отупели, я не знаю, как правильно сказать. Чего? Оскудели умом. Оскудели умом. Ну, в переводе на русский «отупели». Когда люди немножечко стали такие, как мы примерно, то Рабонан увидели, что делать Абдолу так, как ее делают, бессмысленно. Потому что «Имэйн дад гавдолами наин», говорит Гемора. Если нет понятия «дата», то откуда возьмется Абдолу? Попытаемся немножко понять, что имеет в виду Талмуд, когда говорит эту фразу. «Имэйн дад гавдолами наин». То есть, почему установили Абдолу именно в 4-й Брахеш Манесера, который говорит «бда», аль «даат», потому что Абдола связана с понятием «даат». Какая связь? Абдолы и «даата». Я еще раз повторяю, «даат» – это хибур, это соединение, это единое целое. Для того, чтобы был, когда есть «даат», то человек понимает, с чем ему нужно быть соединенным и от чего ему нужно быть разъединенным. В тот момент, когда у человека нету «даата», то он соединяется с чем попало, разъединяется от чего попало. Поэтому говорит Гемора, «Имэйн дад гавдолами наин». Если нету понятия «даат», то откуда возьмется гавдола? Поэтому ее остановили, убрали с вина, потому что человек, у которого нету «даат», какой смысл в гавдоле? Он ничего, лавдиль, не может. Когда мы говорим «гавдолу», мы говорим 4 гавдолы, 4 разделения. Амавдиль, Борухата, Ашем, Благосоветный Всевышний, Амавдиль, Бенкодеш, Лехоль, который разделяет между Кодышем, Святым, Отделенным, Ихолем, Ибудничным. Бен Ор, Лехоших, Между Светом и Тьмой. Бен Исройль, Лешара Амим, Между Исройлем и другими народами. Бен Йомашуи, Лешара и Майомасе, Между Седьмым Днем, Шабатом и Другими Днями Творения. У нас существует понятие хибура. Задача любого человека в этом мире присоединиться, соединиться к души, соединиться со святостью. Слово кадош, в принципе, перевод слова кадош, которое на русском переводят несколько, звучит пошловато, свят, 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 к душу и так далее. Слово кадош, перевод слова кадош, это отделить. Есть понятие кедушин, что такое кедушин, обручение. Обручение, слово ликадеш, жену, это означает отделить ее от всего мира. Когда молодой человек одевает девушке на пальчик колечко, или дает ей одну монетку величиной спрута и говорит, вот ты посвящена мне этим кольцом, то тем самым он отделяет ее, она теперь отделена для него от всего мира, она становится запрещенной всему миру. Может быть, даже еще не разрешена ему, донесуина она не разрешена ему, но она запрещена всему миру. Это суть кедушин, гегдеш, посвящение, посвящение храму. Слово кадош, это отделить какую-то вещь и отделить ее храму. Человек, который магдиш, посвящает барана в храм, посвящает его в жертвоприношение, слово магдиш, это значит, он запрещает эту вещь для использования всего, для всего, кроме приношения жертвы. Это понятие кодыш, гегдыш. Поэтому, когда мы говорим о мамдиль бен кодыш лэхоль, это значит, мы отделяем себя, весь мир, для кодыша, для службы Всевышнему, для объединения с гегдышем, со святостью, с Творцом, и отделяем от всего будничного. Бен ор лэхоших, мы делаем отделение между светом и тьмой. Это отделение, когда человек отделяет себя для света Торы и убирает всю тьму из этого мира, которая остается вне его. Это понятие Авдола. Гемора говорит, имейн дад, Авдола минаин. Если у тебя нету дата, то откуда возьмется Авдола? В тот момент, когда люди стали анимбэдад, когда они стали бедными в дате, то Авдола была изменена. Она была убрана, нет смысла делать Авдолу на коз. Коз – вино. Связано с понятием сот, тайна. Гематрия слова яин – это сот, у них нас яин, яцесот. Числовое значение слова яин – это сот, тайна Тора, тайны познания Всевышнего. В тот момент, когда у человека нету дата, он не соединен с Творцом, о каких познаниях может идти речь, о какой Авдоле может идти речь. Поэтому отменили броху на коз. В тот момент, когда вернулось, оставили две брохи. И в брохе на дат, и в брохе на коз. Разница между этими двоями брохов, что броха, Авдола, который говорится в Атаха, Ненла, Адам, Дат, это часть бакаши, часть просьбы, с которой мы обращаемся ко Всевышнему. Мы говорим, у нас немножечко плоховато с понятиями дат, немножечко, хотя мне мешает, но я люблю четкие и острые определения, туповатенькие мы. У нас нету дата, мы не понимаем. Мы просим Всевышнего, Атахоненла, Адам, Дат. Мы понимаем, что дат, понятие знания, исходит от тебя. Ты в своем милосердии, в своей милости, в своем добре даешь человеку дат. Ханен, слово хен, милость, это всегда матнатки нам, это всегда подарок, который дается за бесплатно. То есть мы не заслуживаем эту дату. Такие, как мы немножко, то тут о дате говорить не приходится. Ну, а Кодыш Барагу в бесконечном хене, который он дает некоторым людям, он дает им понятие дата. Так вот, мы просим, чтобы мы оказались среди тех, кому ты даешь этот дат, и тогда мы говорим о Мавдиль в просьбе, чтобы мы могли понять, что такое отделить Микодыш Бен Кодыш Лахоль, что такое разделить между Кодыш Лахоль. Когда же мы были Аширим Бадаат, когда мы были богатые, мы говорили, Абдолу не говорили в брахе на даат, мы говорили ее только на вино, поскольку вино – это понятие сот, и мы не говорили это в виде бакаши, мы говорили просьбы, мы говорили это в виде констатации факта. Боруха Ташим Брахат, ты, который Мавдиль Бен Кодыш Лахоль, ты, который отделил Йом Шаббат от Шарьем и Маосе, ты, который разделяешь между седьмым днем и другими днями. То есть, мы обладали этим знанием и констатировали факт. Сегодня мы делаем и то, и другое, но вначале мы должны, Лыкатхила, сделать Абдолу Бетфила изначально, поскольку это бакаша, чтобы Всевышний научил нас этому разделению, показал, открыл нам, то есть, соединил нас в системе даат с тем, что нужно соединить, и Мэйла автоматически разделил с тем, чем нужно разделить. Гдуша Шаббата – это гдуша святость, это гдуша, которая выходит за уровень нашего понимания даже близко. Никто из нас, даже в самых общих чертах, не понимает, что происходит в Шаббат. Изменение структуры всех миров, соединение Творца с этими, со всеми мирами, с миллиардами, бесконечным количеством миров, цимцумим и так далее, которые происходят в Шаббат, даже если говорить о Кэтвей, Аризаль, Зохар и таких книг, которые занимаются этим достаточно серьезно, то даже Раби Шимон Барихай и Аризаль тоже до конца этого не понимали. Не знаю про Маширабей, но полностью от нас скрыт там митцвот. Смысл заповедь нам, в общем-то, дан очень относительно. Но, тем не менее, какое-то кивун, какое-то направление, какой-то вектор нам описывает. Связь между нами и Творцом в Шаббат – это связь совершенно другого уровня, чем связь между Всевышними всеми мирами в будние дни. Это то, о чем мы говорим, что Всевышний Он мавдиль бен кодэ шлахоль. Он разделяет между святым и будними. Подобная святость встречалась еще не во времени, а вместе. Еще в одном месте. Во времени – это святость Шаббата. Вместе – это святость Бейт Мигдаша. Это святость храма. Храм – это место, где несим чудеса, которые раскрывались в это время внутри Бейт Мигдаша, были такими, что человек, который задумывался об этих несим, наблюдал их. Нет, надо было и задуматься тоже. Наблюдать было недостаточно. Человек, который наблюдал и думал о том, что происходит, он получал кешер, хибур со Всевышним, такой, какой получить в другом месте и в другое время никак невозможно. Просто технически невозможно. И вот тот момент, когда произошло то, что произошло, что люди, находясь в Бейт Мигдаше, смотрели на этот Бейт Мигдаш, смотрели на эти чудеса, а видели примерно столько же, сколько энное количество людей, которые смотрят в книгу. И в этой ситуации получилось, что отделение, которое произошло между душем Бейт Мигдаша и людьми, которые туда приходили, это разделение было настолько велико, что смысла существования Бейт Мигдаша больше не было. Поэтому, так же, как когда мы выходим из Шаббата, мы говорим Гавдолу и отделяемся от Кодыша, мы понимаем, что мы вошли в другое состояние, в состояние Холя. Насколько мы понимаем, это другой вопрос. Кто-то больше, кто-то меньше. Но, во всяком случае, какая-то информация об этом дана абсолютно всех. Мы видим, что мы отделяемся, кончается Шаббат, все. На самом деле, это катастрофа, потому что нормальное состояние жизни человека, это должен быть Алла Маба, который... Человек должен лить стейр, он должен переживать, что кончился Шаббат. А я видел много людей, думаю, что вы тоже, которые смотрят на часы и ждут, когда, наконец, тяжелый летний Шаббат кончится. И можно будет, я не знаю, посуду помыть и так далее. И ситуация, когда кончается Шаббат, это Гавдола. Мы должны добавить Михольный Кодыш. Мы должны добавить от Холя, от Буднего к Праздничному. Но в результате... А Кодыш Баруго устроил мир таким образом, что не все Кодыш. В этом мире есть Холь. Холь – это будни, которые нужны для Авадад Гошем. В Шаббат многие малоход, в том числе Авойда с Гошем, некоторые нам запрещены, служба Всевышнего. Шаббат кончается. В это же время, когда мы отделяемся от Гдуши Шаббата, говорит Гемора, в это же время мы отделились от Гдуши, от святости Байтмигдаша. Так же, как Дат необходим для того, чтобы соединенным быть с Шаббатом, так же необходим Дат для того, чтобы быть соединенным с Кодышем, с Мигдышем. Мы говорим Авдолу, «Гамавдиль бен Кодыш лихоль» между Байтмигдашем и всем остальным. Это Авдолу, который чувствовал человек, должен был чувствовать, должен был о ней знать, по крайней мере. В тот момент, когда он заканчивал свои карбонот, свои жертвоприношения и выходил из Байтмигдаша, он шел из Кодыша к Холю. Когда он находился в Кодыше, он был Бабхина Дат, соединенным со Всевышним, на другом уровне, чем соединен сейчас. Когда Байтмигдаш исчез, то весь мир потерял эту связь, эту систему Дат, эту систему соединения со Всевышним. Поэтому произошло это именно в Муцеи Шаббат, и оба храма были разрушены в Муцеи Шаббат, потому что Муцеи Шаббат – это время, которое соответствует отделению Кодыша и Холя, разделению. Поэтому именно в это время Акодыш Барагу с Тивэбгадварим закрутил эти вещи и убрал оба Байтмигдаша из нашего мира, Шейбанебе Мирабьямейну. Так вот, сейчас, кроме этого, это произошло в Муцеи Швийс, на исходе года Швийс. Швийс отличается от всех остальных лет. Тем же самым Швийс – это седьмой год. Седьмой год, он отличается тем, что урожай седьмого года, во время, когда был Байтмигдаш, во время, когда Коля Месреэль был в Эрицисроэль, урожай седьмого года – это был урожай, который имел Гдушат Швийс, святость седьмого года. Сегодня у нас есть Гдушат Швийс, Дарабона, Гдушат Швийс, Дарайса у нас нету, Истора нету Гдуши. Мы паским, что сегодня Швийс только Дарабона. Но во время Бэтмикдаша, да и даже сейчас, есть некая гдуша, отделенность этого урожая. Я не хочу сейчас, у меня была целая седра лекций по Шмидсу, поэтому я не хочу сейчас возвращаться, но урожай седьмого года, это урожай, который имеет определенные законы, он отделен от обычного урожая, он посвящен, он отделен для гдуши. Его можно есть в определенном месте, в определенное время, после определенного времени он запрещен в еду и так далее. То есть, это отделенность материального мира для Всевышнего. Это еще один вид отделения, причем это вид отделения всех продуктов, которые выросли в Эрицес-Ройле. Это гдуша земли Израиля, это гдуша этого года. И вот в тот момент, когда кончается гдуша этого года, Муцейшвиз, в этот же момент кончается гдуша Эрицес-Ройле. В этот же момент получается разрушение храма и галут, в который уходит Амисраэль. Первый галут, второй галут. И в этот момент обе гдуши уходят одновременно. Гдуша времени и гдуша пространства. Святость седьмого года и святость Эрицес-Ройле. Таким образом, мы видим, что Гемора нам открывает в двух-трех словах, которые говорится, Гемора нам открывает связь между святостью, отделением времени и отделением пространства. И говорит, что на исходе седьмого дня исчезает гдуша Мигдаша святость. Исчезает святость седьмого дня и исчезает святость Бет Мигдаша. Исчезает святость Швиса и исчезает святость Эрицес-Ройле. И это то, о чем говорится. Мы хохомим превратят свою дат, превратят в корону. Сделают из дата корону. Хохомим – это те люди, которые говорят нам, как сделать так, чтобы дат стал абсолютной величиной, и мы присоединились к Гакодыш-Барагу. Глупцы, они даже думать на эту тему не могут. Хохомим, их гуф, их тело состоит из Торы, и они являются Торой. Все, что они говорят, они ведут к построению Бет Мигдаша. Поскольку дат – это то, что строит его. Глупцы, они ведут к гавдале, к разделению. Только разделению не тому разделению, которое кавуха хамим, а разделению, в котором нету дат. И это то, что сказано. А слова о глупцах не так. И говорит Гаон, что даже в сердце у них нету, не только в словах, но даже в сердце у них нету понятия дат. Все, сейчас я заканчиваю. В следующий раз мы начинаем следующий пасук. Всего доброго, до новых встреч.